не просто да сначала обзор чуть меньше ну и соответственно дешевле верхнего адреналин зашкаливает я понимаю что вот этот красивенькая кисловодск это город каштанов грецких орехов добрый день дорогие друзья добрый субботний день сегодня у нас должен был быть день отъезда но мы решили немножечко продлить свой отпуск и на нашу удачу освободился номер под нами в этом же доме сейчас мы его вам покажем а потом еще олег расскажет тайну этого дома это не просто дом но сначала обзор номер находится на первом этаже по этой же лестнице он получается также однокомнатный он чуть меньше ну и соответственно дешевле верхнего номера здесь также три спальных места здесь винный холодильник но его можно использовать как обычный холодильник столик для отопления есть декоративный камин ну кондиционер вот все также телевизор шкафы вот все чисто как всегда уютно здесь у нас кухня и здесь я да такая же плита как было уже привыкли до верхнем номер здесь она даже удобнее расположена чуть ниже не надо будет задирать руки ну и небольшой холодильник с морозилкой принципе нам на пять дней его хватит шкафах также есть куча кастрюлик сковородок что необходимо да здесь все имеется посуда микроволновка стиральная машина собственно ну и здесь ванна с туалетом душевая кабина опять-таки все шампуни бальзамы все всегда есть полотенчики полотенце сушитель который обогревается на верхнем он не обогревался а теперь олег расскажет про этот дом где мы остановились как нам повезло как нам рассказал алексей хозяин дома дом действительно старый с истории ему сто лет здесь жила двоюродная сестра фанни каплан потом какой-то известный детский писатель к сожалению фамилию которого я не запомнил и собственно говоря поэтому здесь так много всего интересного кто сам в этом доме помимо двоюродной сестры фанни каплан жил детский писатель им шиницкий имя которого мы услышали в первый раз наверно был известным раз получилось из такое прекрасное место сейчас соответственно здесь две студии живут сами хозяева но параллельно они восстанавливают ту часть дома большую я думаю что там еще будет несколько студий так что будем их использовать будущем дому уже более чуть более ста лет но при этом он добротный крепкий и современный потому что здесь много инноваций и хозяева делают так что он был очень удобно ты самое главное пропустил как же подпольный миллионер который здесь жил да это я забыл историю что один из 11 11 подпольных миллионеров которые были в советское время он тоже купил здесь часть дома как раз таки ту часть держала двоюродная сестра фанни каплан и он жил там это тоже как-то придало особый антураж этому месту потому что тут ужил подпольный миллионерник корейко теперь здесь живем мы хотя и временно но надеюсь золотой телец повеет и на нас и денежки посыпятся приезжайте сюда не плановая обладателями билета на волшебные путешествия по колесу обозрения по 150 рублей заплатили 300 рублей сейчас один круг слышно это прям как из детства у нас в городе вот точно такая же была штука может быть пойдем о боже крутилка та же самая блин они точно такие же они еще вращаются помнишь? да 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 а еще страшно было ой вращаются ой крутилка крути крути крутилка да 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 садись ой ой тебе на два надо садись вот я хотел попасть ой надо застегнуть 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 ну ладно чтобы не выпасть этоом правило безопасности премьешь всего это ооооо красота мы начинаем наш волшебный тур да вот тебе и выход да ой там даже комната смеха есть это еще столько мест, которые мы еще не успели обойти но адреналин зашкаливает, я понимаю, что это колесо обозрения раза в три старше меня оно скрипит при каждом дуновении ветерка, это так приятно ну да, не сколько от высоты, а сколько от сознания этот парк просто из детства, весь сохранившийся вот этих дебильных аттракционов ну и на современные дети приходят, просто не понимают, что это гуси-лебеди какие-то, коняшки, вертолетики ну молодцы, что они смогли сохранить вот это все безобразие разухабистое, но здесь что-то уже видно выходит из строя это комната смеха комната смеха не выдержала смеха надо готовиться к выходу друзья, нам надо эвакуироваться, готовиться к аварийным выходам и лучше не сказать, мы купили на 100 рублей 20 выстрелов сейчас ждем, когда нам отпустят да, возвращение, точнее путешествие в прошлое продолжается конечно чудеса меткости и все мишени поражены одним выстрелом давай тут не нажимается ооо, молодец как это работает подожди, переламывай так да так? да, да цельсия ответственно, да? сейчас пойдет сейчас пойдет это 1800 это за набор ну вот кастрюля 1600 шашлычница 2 вот это такая большая кастрюля 1800 чайники по 1000 вот это что? да, да да, да 2000 2000, да? ор, вот это вот это вот красивенькое, да? да ну вот такую можно будет есть вот это вот, до 40 это марокканское блюдо, самая сочная блюдо получается да? да? слушать, а в духовке же можно не выделать? да они же там как-то и плов готовят и кускус, вот с этим, да все что угодно да? интересно может взять такую и попробовать? да 2000, да? нет 2400 2400 это 2, это вот та же какая-то вот это 2, это 2400 мы не просто так сняли цены на курортном бульваре на керамическую посуду это будет еще один лайфхак от нас на улице Роза, Люксембург, дом 8 есть вот такой вот магазин товары для дома Татьяна и Ка здесь эта же посуда продается в 3 раза дешевле и обязательно платить по 2000 за керамическую посуду здесь ее можно купить по 500 150 рублей мы обязательно покажем, что мы купили вот это тайное место вот это тайное место вот, пожалуйста Танжейн даже чуть больше 950 рублей горшочке 400 рублей 665 мы возьмем вот такой ковшин за 460 рублей 465 вот такую тарелочку к нему за 110 вот так вот подавать и вот такую сковородку как она здесь называется сковородка же, да? за 500 рублей мы это берем да я думаю, что Танжейн, наверное, возьмем тоже возьмем, возьмем да мы что-то на него настроились говорят в нем готовить по-другому да, 2800 мы специально пошли на курорт нам порекомендовали наши мы здесь живем смотрите, какие получили мисочки ох ты а почем миски? я скажу красивые видишь, как раз мы прятали побольше 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 тоже красиво под салат какой-нибудь что-то такое даже картошку вареную что-то с этого поменьше можно взять 160 мисочка 160 рублей две штучки возьмем? да и поменьше да, возьмем наслаждаешься? да наслаждаюсь видами старого Кисловодска все еще сохранившиеся это тоже бесценно давно забытые ящики почтовые у Олега есть воспоминания на эту тему я его не озвучил нет нет он порвал но у меня есть мягкое место на теле на попе благодаря такому же ящику да детство не прошло бесследно очень памятное событие ну ладно все не буду рассказывать уходящая красота и дом и входная группа не знаю пахнет еще пахнет? конечно а для чего его тогда? пахнет пахнет не вкусно пахнет не вкусно пахнет но это он не высушен еще когда он высыхает я помню когда бабуля болела набирали хмель сушили ей делает подушку что вроде как с этим хмелем лучше спится или что-то такое я не помню ну действительно такой сейчас то не тот аромат вот когда он высыхает такой немножко релаксирующий хмельной вкусно милейшие домики это мы идем по улице Чкалова обязательно пройдитесь по ней очень уютненькая милая даже не знаю какие еще а вот эта мне вчера понравилась да 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 а здесь ой яченко смотри Света привет и тоже квартира 16 обалдеть Света ты везде просто обалдеть да здесь должны быть арутюновы сейчас проверим нет Моисеева ну ладно Спасибухова Спасибухова интересно фамилии написаны да ну у нас тоже были написаны фамилии и здесь вот такой вот дворик здесь еще тоже живут люди нужно отметить что вся эта старина красота она не где-то там далеко это можно совместить с походом за водичкой это буквально рядом от Нарзанной галереи просто параллельно идущая улица Чкала это совсем рядышком так что вверх от колоннады да вверх от колоннады тут вам откроется настоящий Кисловодск старый Кисловодск старый да но мы вам еще не все показали идемте дальше так и мы вышли на саперный переулок мне нравится на этом переулке вот эти вот домики с балкончиками они очень красивые изящные конечно немножечко подпортили современном таким как поддоном да я думаю что изначально они были все деревянные но тем не менее верхняя часть очень воздушная вот кстати сдается квартира вот в этом доме да можно увеличить и увидеть номер телефона а здесь дальше даже побольше я бы пожила в таком доме интересно даже здесь тихо аккуратно и при этом на самом деле очень недалеко видят какой милый дворик а идем на дворик посмотрим так так я думаю что здесь очень много сдаются чего классно не будем мешать а и вот сдаются смотри да и тут сдаются пожалуйста телефончики везде все на выбор и тут сдаю и там сдаю классный домик составними а вот это вот застекленная веранда мне напомнило мое детство подобная веранда была у моей прабабушки правда синего цвета и на первом этаже ну же стекловка очень похожи а вот в этом доме в этом красивом особняке тоже сдаются квартиры но лучше их не попадать потому 15 суток поэтому лучше проходить мимо но особняк сам по себе видно тоже если бы конечно не наши похабные пластиковые окна у меня все похабные балкончике просто единой стилистики кисловодск очень мирный дружелюбный город и даже на плакате их разыскивает полиция ничего кроме армянской кухни никто не разыскивается так что здесь можно быть очень спокойно здесь также можно снять квартиру нет здесь подремонтированы видишь там разрушены сделали кисловодск это город каштанов грецких орехов и вкуснейшего воздуха и красивый да суперских балконов они очень красивые пока еще не поменяли на современную дребедель металлическую все выглядит очень изящно но здесь уже заменили конечно же это совершенно другой калинкор так спускаясь по улочкам старого кисловодска мы вышли к колоннаде сейчас пойдем прогуляемся по парку вот за это надо судить такой дом из похабели просто 1914 год конечно были красивые балконы и вот этот вот ужас яркий мандаринчик вся туда можно зайти а лишь а давай подойдем цель там еще беседка какая-то есть внутрь не попасть надо на цвет конечно это вот улочка чем-то напоминает баден-баден да это улица герцена это отель германия ну очень симпатично такой милый посмотрим что есть там горячий кочинок пройдя через ярмарку входишь вот такой красивый мечети она еще строится но по цвету просто похоже знаешь что праздник 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 вот тогда его так делаешь рынке продают о немаленькие вот рынке многие приходят на будет продать и на они берут крышка открывает маленьким пока он действует тишки и по что мы продаем есть молодцы все хочешь отжики мне научиться ну давай возьмем баночку боже мой ты привезем будем это правильно не не тогда дайте еще аджику подожди подожди я еще один вычет возьми вот это остренький не нам чуть-чуть да 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 а это сильно да авто да нет он слабо жена это партия закрылась вот внук когда она пиццу дома остренький не любит а я говорю один как должен быть обычно остренький и поэтому даже можно сказать этот мазать денежки делал будет и раздушим красиво рассказали как можно не взять да вот после этого да спасибо спасибо я сделаю хитривание я делаю два стаканчиков ага ага отказываться нельзя а это домашнего но это три года это год это я сам делаем меня олег за меня лариса зовут я конечно лариса хорошо приятно это конечно очень много угостить если так все угощу у меня ничего не останется я и пью и угощаю и продаем тоже понятно но попробуем за ваше здоровье и лариса будет тоже когда-то не давать да у я ничуть как ответственно давай а я вот хочу за золотые руки вашей жены делает да и за вашу доброту спасибо очень приятно которую я делаю хорошо так давай меняться очень нежненько скажу так дети чувствовать его так это это сорт молдова вода горный виноград это будет это мускат армянский на это тебе еще допить что это виноград это вино с этого сорта на вещи что рано собрали он не полноценно спел обычно для настоящее вино надо ждать когда они полноценно спивает потом собрать а наши времена люди быстро собирают ну даже вы довезти увезти и по дороже продавать давайте спасибо пожалуйста санкт-петербург много людей бывает рука тут не полюбить до слова как не любить армян вино это вот в этом магазинчике просто зашли до купить фрукты как в гости да я не перестаю удивляться кисловодску и его людям большое вам всем спасибо это самый душевный наверное мой отпуск просто за все просто любим